Согласно обновленной конституции, в Беларуси продолжается работа по совершенствованию и упорядочению законодательной базы. Депутаты сегодня рассмотрели обновленный избирательный кодекс. Он должен заработать уже во второй половине нового года. Именно тогда стартует подготовка к электоральной кампании 2024 с единым днем голосования. Документ в парламент внесен президентом. Изменения поддержаны. Наибольшая часть нововведений касается появления в Беларуси нового вида голосования по выборам делегатов Всебелорусского народного собрания. О том, что это должен быть орган с самым широким представительством людей компетентных и инициативных, а не статистов, говорил накануне глава государства. Как будет действовать механизм, а также о других правовых новациях, из овального зала Светлана Лукинюк. После принятия изменений в основной закон сейчас идет большая работа по обновлению правовой базы Беларуси. В плане 90 законов срок до весны. И уже на сегодня в двух чтениях приняты 24 документа, 12 в первом. И сегодня копилка пополнилась и новыми законопроектами, за которые проголосовали депутаты. Так поддержаны поправки в избирательный кодекс, где увеличен возрастной ценз для кандидатов в президенты с 40 лет. Избираться на пост главы государства нельзя более двух сроков подряд. И появился новый раздел, где определен порядок избрания делегатов Всебелорусского народного собрания от местных советов депутатов и гражданского общества. Поменялась система избирательных комиссий. И можно еще привести пример. Изменился порядок выборов членов Совета Республики. Мы должны сейчас его объективно, конкретно рассмотреть. И незамедлительно приступить к подготовке ко второму чтению. Потому что во второй половине 2023 года он уже вовсю начнет работать. Единый день голосования по выборам депутатов в Палаты представителей и в местные советы пройдет 25 февраля 2024 года. А в течение двух месяцев после этого в НС. По сути, в следующем году стартует большая подготовка электоральных компаний. До этого, конечно, поправки в кодекс примут и во втором чтении. Должны быть подготовлены и люди. Они должны получить документ, который они изучат, для того, чтобы вступать в агитационную работу, в регистрационную работу. То есть зарегистрироваться в качестве кандидата, подготовить все необходимые документы, избежать каких-то коллизий, связанных с тем, что не имеешь права быть кандидатом в депутаты и так далее. Тем более, все-таки мы в конечном итоге придем к формированию высшего представительного нашего органа страны, Белорусского народного собрания, которому придан конституционный статус. Новации и в судебной системе касаются судопроизводства и статуса судей. А также введен институт прямого конституционного обращения. Это значит, каждый белорус может рассчитывать на четкий ответ, если считает, что его права нарушены, или какие-то нормы законов противоречат основному закону. Причем жалобу примут напрямую, минуя все госорганы, но ее нужно обосновать. Среди мер по повышению эффективности конституционной законности в Конституции было закреплено право граждан на прямое обращение в Конституционный суд. Гражданин должен предварительно обжаловать соответствующее, например, судебное постановление в тех судебных инстанциях, которые предусмотрены процессуальным законодательством. У нас в правовой системе существовал косвенный доступ граждан к конституционному правосудию. То есть для того, чтобы дело, жалоба гражданина могла попасть в Конституционный суд, он должен был сначала обратиться в полномоченные государственные органы, но которыми в том числе являлась вот и Палата представителей, Совет Республики, конечно, президент Республики Беларусь, Совет Министров, Верховный суд. Много новаций и в законе о гражданстве. Поправки приняли сразу в двух чтениях. Они учитывают и мировую практику в части обеспечения национальной безопасности. Закрепили и основания для лишения гражданства тех, кто находится за пределами страны при наличии вступившего в силу приговора суда, если он подтверждает участие в экстремистской деятельности или причинении тяжкого вреда интересам Беларуси. Решение о утрате гражданства будет приниматься президентом Республики Беларусь. Законом дается четкий перечень оснований уголовных наказуемых деяний, которые определены исчерпывающим перечень статей. И очень важно, конечно, подчеркнуть, что профилактика наших граждан в том, что совершение уголовно наказуемых деяний против государства, против национальной безопасности, независимо от оснований приобретения гражданства, может повлечь к утрате гражданства Республики Беларусь. В ближайшее время в парламенте ждут и проект закона о политических партиях. Депутаты уверены, новые подходы продиктованы временем. И они позволят более качественно работать на благо страны тем, кто объединяет единомышленников. Этот законопроект необходим, на мой взгляд, потому что он позволит систематизировать работу, обновить, разработать новые концепции развития партий, конструктивно настроенных партий, которые работают в интересах и во благо нашей страны. Тем более, готовясь к электоральной кампании, к единому дню голосования 2024 года, необходимо подобрать достойных кандидатов, которые понимают, куда идут, чтобы максимально представлять интересы нашей страны, наших избирателей. В комиссии Палаты представителей активная работа началась и над законопроектом о гражданском обществе. Он поступил буквально накануне, и его субъекты – это крупные общественные организации и Федерация профсоюзов Беларуси. Светлана Лукинюк, Николай Лошкевич, Агентство теленовостей.